Здравствуйте! Вы смотрите программу «Звезды русского мира». И сегодня у нас в гостях человек из телевизора, мой коллега, телеведущий, народный артист России Владимир Березин. Владимир Александрович, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо! Вы и так с такой любовью. А как иначе можно? Можно по-разному. Вы меня соединили с тем, ради кого мы существуем, и потому и существуем, что они, наши зрители, к нам относятся так. Тогда мы долго и счастливо себя чувствуем, хорошо чувствуем. Спасибо вам за это. Я постараюсь оправдать ваше доверие. Как все высоко было! Вот на этой высокой ноте мы и продолжим. Я вас не назвала диктором, потому что я знаю, что вы не очень любите, когда вас так называют. Простите, я с вами не согласен. Теперь я очень люблю. Как все меняется. Что меня называют. Да. Как меняется время, как меняется профессия, как меняются обстоятельства, как меняется отношение к этой профессии. Сегодня диктор для меня. Я фундаментально по первой профессии диктор. На этом уже построили звание телеведущий. Но у диктора, как говорят мои великие коллеги и любимые теми, кто нас смотрит, Кириллов, Шатилова, Моргунова, Вовк. Это те люди, которые могут профессию представлять так, как ее представляют все, только настолько лучше, что все остальные так не могут. Это диктор. Это как, знаете, это как таблица умножения. Дважды два. Сколько? Правильно, четыре. Хотя кто-то говорит, а может быть четыре с половиной? Четыре. И тогда жизнь логична, проста и гармонична. Владимир Александрович, вот нас могут смотреть те люди, молодые люди, которые не понимают, что такое профессия диктора. Чем она отличается от телеведущего? Кто такие дикторы вообще? Дикторы – это те люди, которые пришли в профессию не по кастингу, а по конкурсу. Но почему же Левитан был на кастинге? Сударыня, вы представляете то самое поколение, которое разницу кастинг и конкурс себе представляет смутно, и это правильно. Потому что в обиходе сегодняшней жизни нет понятия. Кастинг – это когда глянули, понравилось, иди работай. Конкурс – это как поступление в школу-студию МХАТ. Три этапа. У нас три, четыре, пять, сколько угодно. Потом еще год, как у врачей. Ты практикант, ты стажер. И неизвестно, станешь ли ты профессиональным диктором. Утвердят ли тебе маститые представители профессии профессиональную категорию, третью. Это как третья категория – курица, самая синяя, дохлая и невкусная. Но это так. Это диктор, это тот человек, который проходит чистилище, в хорошем смысле слова, требовательные условия такие, как для артиста балета. Ты можешь очень хотеть танцевать в балете, можешь танцевать, но у тебя должны быть параметры, соответствующие требованиям. Ты можешь танцевать, я знаю, обожаемый мною коллектив Аллы Духовой Тоддес у Аллочки. Там не все с балетными ногами. У них есть кураж, темперамент, дикая энергетика. Но на сцене Государственного академического Большого театра России он танцевать все равно не сможет. Может, петрушку и то? Вряд ли. Вряд ли. Также в профессии диктора ты должен отвечать тем требованиям, критериям, которые жестко поставлены, как в оперном пении. Ты можешь эстрадные песни петь под фонограмму и даже живьем, но Арию Ленского ты не споешь, как бы ты ни хотел. Вот что такое профессия диктора – это тогда, когда ты соответствуешь. Напомнить то, что необходимо было иметь, прежде чем собраться в эту профессию. Во что нужно было иметь? Во-первых, нет, во-вторых, во-вторых, хороший тембр голоса, в-третьих, приятную внешность, которая бы не раздражала зрителя, образованность. А во-первых, спросите вы, мозги, ты должен быть не дурак. Почему? Потому что в этой профессии ты никогда не спрячешься за ролью. В какой-нибудь роли, ты можешь не совсем умный, но гениальный артист, таких я знал и знаю. Есть такие, которые великолепные артисты. Но они не очень умные люди, потому что они все время пользуются материалом, которым сценарист и так далее. Диктор – это ты, здесь, сейчас, мы с вами, не прикрытые ничем, но, может быть, только слегка припудренные или загримированные. Это не считается. Это же не считается. Скажите, а я понимаю, что сейчас, конечно, профессия диктора, мне даже не поворачивается язык, сказать, востребована, не востребована. Можно я отвечу? Это штучный. Можно я отвечу? Да. Вот сейчас-то пришло то самое время, спустя 30 лет, после того, как коллеги, чтобы, я сам журналист, поэтому я имею право говорить, журналисты, коллеги, в той профессии, которая была представлена дикторами, информационные ведущие, информационные, люди, которые доносили информацию, они читали информацию. Я сам при этом присутствовал, только уже по другой стороне баррикады. Я приехал после дикторской профессии в Москву на журналистскую должность. Я закончил Уральский государственный университет. Журналист приехал, и я уже журналист. Человек, который до этого 15 лет проработал, 12 лет проработал диктором. Я видел, как коллеги-журналисты расчищали себе поляну под возможность быть в эфире. Неважно как, сразу придумали, это было несправедливо, имею право говорить, как журналист, придумали себе правило, что журналисту необязательно уметь общаться со зрителем. А если он общается, то общается как может, потому что он же не диктор, правда? Конечно. Быть ближе к народу это называется. Да, это попроще, давай. Да. И к тебе потянутся, сам знаешь кто. Конечно. Шутка. Таким образом, под это правило, люди, которые делали это блистательно, люди, которые на протяжении десятилетий оттюнинговали, современно выражаясь, возможность и манеру общения со своим зрителем точно и так, как нужно. От тембра голоса до тембра ритма, до умения сидеть, манеры говорить, всегда чувствовать и помнить этого зрителя и любить его, уважать его. Вот это, если этого нет, ты уже не диктор, а ты уже как можешь. Вот в чем величие этой профессии. И что же сейчас? А сейчас, вот в те времена, чуть-чуть в бэкграунд загляну, в те времена человек на экране был представлен профессией диктора, я это хорошо помню, которые работали так, как не могли другие. Поэтому у них было право работать на экране, общаться со зрителем от имени своих уважаемых коллег, авторов, редакторов, режиссеров и так далее. Это верхушка пирамиды была. Всегда нам говорили, нас учили, мы верхушка, пик пирамиды. Никогда не забывайте, что пик есть, потому что есть основания. Это все. Операторы, осветители, редакторы, технические работники. А мы только маленькую выполняем очень важную функцию. Мы видны. Я об этом могу говорить очень долго и неинтересно. Но могу сказать, что дикторы как раз и представляя все это, вырабатывали оптимальную модель и форму человека, работающего на экране. А потом пришло время, мне говорят, ну почему там убрали дикторов? Я говорю, я дикторов не убирал. Я как раз один из тех, кто на другом канале, РТР теперь Россия 1. Я как раз на протяжении десятилетия вместе со своими коллегами и, конечно же, с руководством, от которого всегда зависит, будет профессия. Будут в профессии 100 человек или 5 или 10, или вообще профессии не будет. Я кланяюсь Лысенко Анатолию Григорьевичу. Я кланяюсь Попцову Олегу Максимовичу, Волгарбунскому, Рифату Сабитову. Это руководство ВГТРК и телеканала России, которые сказали, знаете, вот на ЦТ убрали дикторов. А люди, которые смотрят наш канал, они заслуживают того, чтобы был такой специальный человек, который выходил, открывая программу, и говорил, доброе утро. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что мы вместе. Средители, люди с той стороны камеры, экрана, они заслуживают того, чтобы с ними мы специально так общались. Они заслуживают, чтобы мы говорили простые фразы, банальные. Программа нашего канала закончена. Спасибо, что этот вечер вы нас смотрели. Спасибо, что были с нами. Мы желаем вам доброй ночи. Вы знаете, вот то, что вы сейчас рассказываете, это вообще как будто бы с другой планеты. То, что мы видим сегодня, быстро, реклама, все совсем другое. Даже тоже ведение новостей. Посмотрите, как изменилась манера. Калига, я сейчас отвечаю, простите, что я так долго, но это та тема, которая так и не открыта до сих пор. У нас некому заниматься теорией телевидения. Телевидение – это взаимоотношения людей по одну и другую сторону экрана. Самая главная задача состоит в том, чтобы нас услышали и поняли, и приняли то, что мы говорим. А иначе, чего нам делать на экране? От имени и по поручению и так далее. Это надо делать профессионально и умело. Я из того времени, когда нам говорили, это профессиональное, а это самодеятельное. Сегодня такое время, когда все самодеятельное. Я даже нахожу этому объяснение. Правильно, мы сами все делаем. Сами делаем, поэтому самодеятельно. Как можем, кто может оценить сегодня? Простите меня, пожалуйста. Я уже взрослый человек и имею право на это. В те времена твою работу оценивал в первую очередь зритель. Он тебя принимал. И тогда руководство, даже если ему не сильно нравилось, оно было вынуждено считаться. Сегодня все по-другому, все просто. Знаете почему? Потому что кастинг, а не конкурс. Там ты завоевал право, получил его право, и этого права у тебя никто, кроме зрителя, отнять не сможет. Кастинг это, мне сегодня понравилось, а завтра мне не понравилось. Или сегодня ты понравился, а завтра мне понравился другой. Он получит, и так, иди отсюда. А зритель-то, он уже имеет право на то, чтобы у него были люди, которые представляют эпоху, время, обстоятельства. Я всегда привожу то, что звучит как очень веский аргумент в нашей профессии. Я всегда говорю, а вы видели, вы внимательно следите за ведущими компаний Би-Би-Си. О, Би-Би-Си? А, ну где вот эти все эти седые, немодельные внешности? Если появляются то в других программах, я всегда говорю, в Великобритании, потому Великобритания до сих пор, что они в угоду времени королеву не отменили. Им бы проще можно было. В Великобритании Би-Би-Си нет более народного телеканала, чем Би-Би-Си. В Америке, кстати, тоже. Там СНН. Там есть молодые, модельные, красивые. Это можно нарисовать, сделать, подрезать и так далее. Но вот в Би-Би-Си, там чем дольше человек работает... Тем больше доверия. Конечно. Как могут не верить человеку, с которым твоя жизнь почти что прошла? Которого ты видишь каждый день. Он тебе как родственник уже. Конечно. Конечно. Скажите, у нас, кроме Владимира Владимировича, дай им Бог здоровья, много, Леонида Аркадьевича, у нас много людей, которые завоевали право тем, что они на протяжении, пройдя через годы, обстоятельства позднали. Его могут там сказать, вот вы в Советском Союзе там или пропагандистом сейчас в этот год. А человек просто во времени отражал себя. Ибо в нашей профессии мы отражаем, зеркально отражаем обстоятельства. Мы верили, и я верил в то, что я делал в программе «Время я читал». Я никогда не читал, как кто-нибудь, может быть, сегодня за деньги мы все получали примерно одинаково. Я не получал больше всех, чтобы не было. Я просто верил в то, что я делал. Я верил. Если бы я не верил, мне бы не поверили мои зрители. И мне бы быстро два мешка писем сказали «берите». Мы ему не верим. У него не получается. Владимир Александрович, еще один очень важный вопрос. Не как к диктору, а как к журналисту. Многие сегодня идут на факультет журналистики учиться, потому что считают, что это такая классная развлекательная профессия. Можно легко стать звездой и прославиться, плеснув стаканом, я не знаю, сока какой-нибудь звезде в лицо. Что, в общем, профессия эта довольно поверхностная. Хорошо, если идут учиться. Иногда и не идут учиться. Как-то сами там приходят на тот же кастинг и так далее. Мне кажется, что вы готовы опровергнуть эту информацию, поскольку вы пришли на большое телевидение в 1991 году. Это тяжелое время для страны. Вы объявляли самые разные новости. У вас были самые различные истории и награды определенные. Награда конкретная. И я хочу напомнить, что в Вашингтоне есть музей журналистов, где перечислены имена более 2,5 тысяч журналистов, которые погибли, выполняют свой профессиональный долг. И, наверное, это не пустой звук. Мне так кажется. Если есть целый музей, если есть целая культура, если есть принятие, приятие этого как данности, снимаем шляпу. В профессии журналистов и работников телевидения, в нашей истории, которая плотно и сопряжена с историей страны, история телевидения и истории страны, это одно и то же. Зеркальное отражение того, что происходило и будет происходить. Под разным соусом. Но это не рубленная котлета. Это вот кусок мяса такой, цельный, натуральный. Простите за этот образ. Там никто ничего не нарушал. Там не нарушалось, там не гибло. Там не было революций. Как я всегда говорю. А у нас была в 91-м году революция. Благодаря этой революции мы прервали эволюционное развитие страны и эволюционное развитие профессии и того, что является частью, еще до сих пор является, а уж когда-то точно, частью жизни каждого из граждан. Это телевидение. Их родное телевидение. Их связь. И то, что их объединяет. Этим я объясняю, что у нас, к сожалению, не так. Много декларативно. И в профессии, и в союзах. Хотел сказать, профсоюзах. И тут я задумался и подумал, господи боже мой, как часто теперь слышу, говорят, вот там уволили, уволили, уволили. Я, как бывший профсоюзный деятель, такой активный в советские времена, я задаю себе вопрос, подожди, а что у нас профсоюзов в стране вообще никаких не осталось? Или у нас есть профессиональные союзы, которые получают зарплату, никто никогда не встал на сторону незаслуженно уволенного, человек, потерявшего работу. Это я так. Вот профессиональные союзы, союзы журналистов там. Попробуй. Ты попробуй плохо сказать замахнуться. Попробуй. Тебе мало не покажется. Мы разрушили страну, разрушили принципы, законы и разрушили отношение к себе, которое выхристаллизовывалось десятилетиями, и качество профессии, и уровень общения. Вот я имею в виду телевизионную журналистику, имею в виду, может быть, не в чистом виде человека, который создает, а человек, который осуществляет. Это может быть немножко другая профессия, это ведущий, ну и так далее. Это отдельный разговор. Я о том, что мы учим других ценить, часто не умея и разучившись, потеряв возможность ценить себя и то, что мы заработали, чем мы жили, благодаря чему мы здесь, и нас кто-то смотрит, и кому-то мы интересны. Что это? Навсегда? Я люблю историю, всегда на нее ссылаюсь. Так было в 17-м году, когда уничтожили до основания, а затем до 91-го года, 73-го года строили там, или сколько? Строили, строили, потом снова разрушили. Что это значит? Закономерность такая, что через количество лет, десятилетий, ну как-то все систематизируется, потому что без системы нету системы. Есть только желание, эгоцентризм, эгоизм, а это очень деструктивные моменты. Что касается профессии журналистики сегодня, все смотрят на звезд, которые представляют журналистику. Все смотрят на звезд, не думая о том, что журналист может быть не только звездой, но и рабом. Он как раб на галерах может работать. И чаще всего так бывает. Этим и привлекательно, как профессия актера. Пойду в артисты. Зарплата не важна. У тебя роли не будет, не важно. Я буду артистом. Но сейчас всех интересует зарплата. Нет, сейчас нынешнее поколение пучит зарабатывать. Я говорю о классических, и говорю, кстати, я знаю тех людей, которым вот судьба шепнула, сказал, ты должен быть артистом. Бог сказал, у меня к тебе такое, для тебя такое задание. Ты артист. И ничего его и может не остановить. Он будет гениальный артист. Бедный, как церковные крысы, но он будет жить только этим. Это уже, это еще одна тема разговора. Это вот нужно разбираться в процессах. Это другие процессы. В журналистике. Журналист всегда звучит, звучало гордо. Звучало гордо. Я задам вопрос, когда прихожу на встречу со своими коллегами, как правило, встречаюсь с теми, кто уже работает. Когда приходят, мы говорим о другом, кому интересно. А те, кто хочет только, я всегда прихожу и спрашиваю, зачем вам это нужно? Если у них есть аргументы, которые меня убедят, я скажу, да. Почему? Потому что мне тоже когда-то сказали, «Слава Богу, вы не можете работать диктором, у вас нету этих способностей. Поменяйте профессию». Кто вам так сказал? Это было там, где я начинал, там, где я ждал, что мне дадут третью категорию. Это в Орловском телевидении. И потом, этих людей уже нет в живых, но тому, кто мне это произносил, я последние годы, всякий раз, когда там оказывался, я отправлял букет цветов вот такой. Напоминали о себе? Я – нет. Человек, который мне говорил, искренне веря в то, что она права, это был главный режиссер телевидения в комиссии. Ну, я-то понимаю, я-то главный режиссер. Нет, 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 у вас нет способностей дикторских, нет, вам нужно поменять. Почему? Она была права в какой-то степени. Просто нельзя людям так категорично, если ты, если у тебя нет способности предвидеть. Это другое дело. Это тоже еще одна тема. Когда человеку, он у тебя совет просит, не будь с ними так категоричен. Тысячи случаев были, когда актерам не принимали, Смоктуновского не принимали, кого ж только не принимали и сказали, это вообще не годится. Они становились великими артистами. А потому что не было человек, который смог бы почуять, как свинья трюфели. Кто вас почуял? Я и моя жена. И человек, люди, чьи имена я произношу всякий раз с гордостью. Там меня приняла, поверила Людмила Михайловна Яковенко в городе Орленс сказала. Ой, у него хороший голос. По-моему, из нее что-то может получиться. Этого было достаточно. А в городе Свердловске куда меня потом пригласили уже, когда мне там сказали уходи, а меня позвали туда со всеми почестями. Я пришел туда, и я теперь уже понимаю, что так должно было произойти. Если бы я там остался, я бы, может быть, работал там вахтером в остатках там Орловского телевидения и радио. Ну, я знаю, что вас практически лично принимал на работу, ну, не лично, но с его благословения как-то Ельцин сыграл свою роль в вашей судьбе. в большей степени по легенде, которую я не опровергаю, потому что в этом что-то есть, мне рассказывали руководители телевидения Свердловского. Борис Николаевич косвенно очень в этом участвовал, он сказал, что нам нужен из 10, 12 дикторов было на Свердловском телевидении и радио. Нам нужен молодой парень, чтобы вот он не похожий, вот-вот, как без уральского, уральской ментальности, киржатской, такое вот, все такие вот. Что-то нужно, что-то такое, чтобы посовременнее, потому что Свердловск, это уже, это те времена, когда пик популярности Бориса Николаевича у себя, перед тем, как его пригласили на работу в Москву, в ЦК, и первым, ой, он мэром, нет, теперь называется мэром, первым секретарем Московского городского комитета партии, он оттуда уехал. Он сказал, нам нужно что-то, подберите, мы квартиру дадим. Знаете, это как, ты уже работаешь, тебе квартиру дают, бесплатно, работу дают, ставку дают, финансирование дают. А Борис Николаевич, я приехал на конкурс, меня увидело, Нина Павловна Дербенева, диктор Свердловского телевидения радио в Москве, говорит, о, что такой, веселый такой, а? Ах, какой ты, хочешь в Свердловск поехать? Я говорю, в Свердловск? Это мечта, не может быть. Кто меня возьмет? Она сказала, ладно, давай, сейчас я спать, я только прилетел, а завтра поговорим. Завтра, послезавтра позвони председателю, председателю позвонил, он сказал, да, прилетайте, мы вам все оплатим, на конкурс, я поехал туда, сложная процедура, и я там все прошу, все конкурс, читал это, читал это, делал это, на радио, на радио, на телевидении, и концертные номера, и, конечно же, чтение новостей. Сказали, ну, вроде неплохо, совсем другой. А Борис Николаевич, я уже когда-то рассказывал, он на плену МЦК, ЦК КПСС, и не возвращается, и не видит. А вас показывают мне сказали, слушайте, останьтесь на недельку. Как? Ну что, меня выгонят из института, там, в Москве. Все, позвонили. Ну, конечно, это же система Гостелер-радио, ну, конечно, оставят, и я там шпарю целую неделю. А он не приезжает, не приезжает, подзадержался. Наима Осина зато смотрела, там, Свердловские новости-то смотрят, там же все. И все, она сказала. Она сказала, так расскажет, что она сказала, там вот у нас новый диктор появился. А я уехал. Ну, они говорят, ну, давайте тогда вот мы обсудим, кто-то там из обкома посмотрели. И Наима Осина рассказывала Борису Николаевичу. Я потом виделся, конечно, с Ниганом Наимовичем. Правда, она сказала, Володечка, вы достойны. Что о вас, что о вас хвалить? Вы и так достойны. Что касается личного Ельцин и Москва, то когда я приехал в Москву, мне доставалось так же, как и Ельцин тогда, когда его низвергли из первых секретарей куда-то там заместителем министра строительства. Когда он был в опале, мне в лицо говорили, что ты негодяй, вы тут понаехали, эти Свердловские, Уральские, такие-сякие, пятые-десятые, со что я невероятно благодарен этим людям, они на неживущие. Спасибо вам, друзья. Почему? В первом и во втором случае они меня разозлили. Они меня разозлили, потому что мне надо было, особенно после того, как мне сказали «до свидания в профессии», пришла телеграмма «Мы вас приглашаем». Что это такое? Это можно, ну я не знаю там, сказали, вас включили, условно говоря, здравствуйте, а вот по спискам партии вы депутат Государственной Думы, без борьбы. Хоп! И тебе уже, льготы у тебя уже, ты все, ты уже, от тебя зависит судьба страны, и народа. И там тоже, это мне до сих пор, я не испытывал никогда таких чувств, даже когда меня в Москву позвали, таких чувств, такого восторга, подъема, когда пришла телеграмма, вы приглашаетесь для работы в Свердловском комитете по телевидению и развещанию. Я несколько дней только летал, я не ходил. Я не мог понять, я был сумасшедший. Даже и не радовался, когда у меня дочь родилась, а она до этого там родилась, у меня ей там полгодика было. Что-то в моей жизни произошло счастье. Это как золушка, раз, и она уже принцесса. Так было. Владимир Александрович, скажите, как вы думаете, тяжелее было тогда пробиться на экран или сейчас? Тогда было сложнее и проще. Знаете, почему сложнее? Потому что сложнее ты должен был соответствовать критериям. Как я сегодня уже говорил, если ты приходишь танцевать на сцене большого театра в балете, ты должен соответствовать критериям. Да, у тебя, может, так сказать, и нога другая, и прыжок не такой, но если у тебя нога взмах цискоридзе, лопаткиной, вишневой, семизоровой, ты будешь танцевать. Потому что тогда система требовала, но очень ценила и подбирала профессионалов и талантливых людей. Почему? А потому что они становились частью системы. Культура – это часть советской системы. Нам было чем гордиться, мы воспитывали людей и так далее, и так далее. Сейчас легче, если ты прошел кастинг, ты пришел, сказали, да, нормально, заключайте договор. И все. Но тяжелее, потому что ты можешь в одночасье прийти посмотреть, если как раньше в расписании твоей работы, а у тебя твоей фамилии нет. Говорят, а почему моей фамилии нет? А вам не позвонили? Уже контракт закончился, вы у нас больше не работаете. Вас по СМС-ке уволили? Да. Да. Ну, это право, это право. Да-да-да-да-да. Конечно, это будни большого телевидения. А если в те времена ты завоевал право, вот в чем разница кастинга, опять же, отвечая на наш вопрос, и конкурсов нашей профессии, то если ты завоевал и получил право, тебя уволить, во-первых, профсоюзы не позволят, потому что они всегда стоят на стороне трудящихся. За что? Если ты не предатель, если ты не диссидент, если ты не потерял данные профессиональные, качество профессиональное, и так далее, и так далее, если ты моральный облик твой, там, так сказать, соответствует, и так далее, и ты умеешь, да, к тебе будут относиться, тебя будут жучить на летучках каждый раз, но ты будешь работать. Да, ты будешь работать на орбиты, как говорили раньше. А я всегда говорил, господи, я с этих орбит приехал, я, орбита 4, это Урал, Западная Сибирь, люди меня там смотрят, и они умеют ценить мне, что программу «Время читать» на 21 час здесь, на европейской части, что читать на орбиту 4, это Урал, Дальний Восток, что на орбиту 3, 2 и 1, это там, где Дальний Восток. Я не могу, я всегда говорю, кто кого может этим оскорбить, ты на орбиты работаешь, там тебя знают и любят. Есть люди, которые ездят среди моих коллег, которых здесь никто никогда и сегодня не видит, они работают только туда, туда, на восток страны. Они не успели отчитать, уже поехали работать, вести концерты, вечера и так далее, а к того, кто сюда читает, мы таких вообще не знаем, кто это. Народную любовь ее купить невозможно. Вот это точно знаю, ни за какие деньги, ты вот что не купишь, это любовь. И всякий раз говорю, ты можешь быть популярным, а можешь быть не популярным, но любимым. Что дороже для меня любимым, если ты даже не так популярен, не так распиарен, знаете почему? Потому что популярность кончается, когда кончается твой пиар. А любовь, если она приходит к человеку, она живет здесь, а потом живет здесь. Она отсюда уже не уходит. Вот на этой душевной ноте мы завершаем нашу передачу. Владимир Александрович, спасибо большое за то, что вы сегодня пришли к нам. За то, что честно рассказали про то телевидение, которое было, которое есть, и сказали о том, о чем многие коллеги, знаете, так замалчивают, не очень хотят. Аня, коллеги, не то, что не хотят, они, кто бы мог сказать, они, может быть, считают ниже своего достоинства это справедливо. Почему? Потому что многие в моей профессии не смогли справиться с болью несправедливости по отношению к профессии. но те, кто смог преодолеть и как я сегодня, если вы позволите, почему я об этом так говорю, потому что я я в своей профессии, в том, что я делаю до сих пор, я представляю свое поколение, не только моих коллег, но и моих зрителей. я от их имени должен и здесь. У людей, которые имеют жизненный опыт, которые видели и слышали примерно то же самое в своей жизни, у людей, которые видели и помнят все, им есть с чем сравнивать. И они понимают прекрасно, что мое поколение, уже старшее поколение, обязано держаться до последнего, потому что мы а, пример, и б, это наша возможность, возможность иметь силы, чтобы нас не обидели, потому что мы не смогли защитить тех, кто шел впереди нас. Жизненные обстоятельства, то, о чем мы с вами говорили. Нам есть на кого равняться, и вы знаете, я в свою очередь от лица другого поколения журналистов хочу пожелать своим коллегам смотреть на старших коллег, таких, как Владимир Александрович Березин, дорогие друзья, и равняться на профессионализм, на черты человеческого характера, невероятного просто, потому что вы прошли такой тернистый путь в этой профессии, остались, доказали, и несете в массы чистый, красивый русский язык, эталонную речь. Спасибо вам огромное. Спасибо за то, что мог быть вам интересен. Обещаю держаться не для эфира, до последнего зуба, потом поставлю импланты, схвачусь еще жестче. У нас нет иного, у русского человека нету. История показала многовековая, у него другого пути нет. Он стоически должен защищать то, что близко и дорого, то, что является главным и иметь такую возможность и учить других, не перепутать местами главное и второстепенное. Настоящая звезда русского мира, народный артист России, диктор, телеведущий Владимир Березин был сегодня у нас в гостях. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова